Старт необычному проекту был дан в июне на 9-м международном московском открытом книжном фестивале. Его организаторами и идейными вдохновителями стали потомки великого писателя, проправнук Владимир Толстой, советник президента РФ по вопросам культуры, проправнучка Фёкла Толстая, известная журналистка и телеведущая, а также музей-усадьба Ясная Поляна. Главным партнёром проекта стал «Гугл России». Этим проектом потомки хотели ещё раз напомнить о бессмертном произведении своего предка. Анна Каренина не только один из самых читаемых его романов, но и самый популярный. Переведён почти на все языки мира и экранизирован более 30 раз. Подготовка к проекту велась весь август. Стать участником уникального онлайн-чтения было несложно. Все желающие могли выбрать отрывок из романа, выразительно прочитать его на камеру, уложившись в промежуток от 30 до 60 секунд. Затем до 10 сентября загрузить своё видео на YouTube с хэштегом «Каренина лайф». Он поднял голову, бессильно опустив руки на одеяло. Необычайно прекрасно и тихо, она безмолвно смотрела на него и хотела, и не могла улыбнуться. Самые лучшие чтецы решением авторитетного жюри стали участниками финальных чтений романа. Кстати, в России они прошли в 12 городах. В Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Туле, Ясной Поляне, Наринмаре, Перми, Новосибирске, Красноярске, Якутске и Владивостоке. В «Каренино живое издание» проект не только литературный, но и технический, особенно для нашего города. Чтобы провести онлайн-трансляцию, был необходим качественный интернет, которого в городе нет. Организаторы подключили к проекту ненецкую компанию электросвязи. Ведь от качества интернета в Наринмаре, как и в других городах, зависела продолжительность всего проекта, так как чтение романа должно было идти непрерывно. Техника и интернет не подвели, но сложности были. Не столько настройка, наверное, была сложная, сколько было отработать взаимодействие с другими партнерами. Получается, что чтецы разнесены географически друг от друга на огромное расстояние. Понятно, что в интернете мы все в одном месте, но вот именно переключение между чтецами, вот, ну, несколько репетиций приходилось делать. Это, наверное, сложнее было, чем чисто технические вопросы. Долгожданный день настал 3 октября. Чтения начались в 12.00 в Москве в доме Пашкова. Первый отрывок прочитал Сергей Гармаш, российский актер театра и кино, народный артист России. Он и дал старт 36-часовому марафону. Следом его отрывок подхватили участники из других регионов. Среди них журналисты, музыканты, потомки Толстого, художники, ученые, популярные видеоблогеры. Кстати, куратором проекта в Наринмаре стала Ирина Коткина, известная в округе блогерша. Наша съемочная группа поговорила с ней до начала онлайн-чтения об уникальности проекта и его участниках. Здесь все идет в режиме онлайн. Сейчас, здесь и сейчас. И любой пользователь интернета, где бы он ни находился, на любом континенте Земли, может послушать Анну Каренину. И как раз таки уникальность проекта в том, что здесь интернет-технологии используются во благо, используются в целях объединения людей под знаменем мировой классической литературы. Участники наши, конечно же, готовы. Я думаю, что они одни из самых ответственных участников этого проекта. Потому что заранее готовились, приходили на репетицию, отрабатывали свои отрывки. Только позитив. И как уже был ранее отмечен, режиссер этого действия Наталья Анастасева отмечала художественное достоинство наших будущих чтецов. Достойны наши участники выглядели не только на уровне чтения. Радовал глаз и внешний вид. Например, Наталья Шурманова настолько прониклась великим произведением, что на несколько часов перевоплотилась в ванну Каренину. Он смотрел на него и был поражен ногой, и полной красотой ее лица. Чего вы хотите от меня? Сказал он просто и серьезно. А другая участница марафона Инга Ротеева решила прочитать отрывок великого романа в национальном костюме. Настроение участников в этот день было особенным. Сопричастность к такому масштабному уникальному проекту придавала храбрости перед стартом. Такие предложения, безусловно, надо принимать всегда. Почему? Потому что, когда наш город вместе с сотнями других городов, столиц мировых, мегаполисов, миллионников и так далее, включаются в такой проект, мы, естественно, должны прилагать усилия, участвовать для того, чтобы популяризировать и наш город, и наш округ, чтобы не чувствовать себя замкнутыми и отделенными от всего остального культурного мира. Ну, во-первых, это знаменательный проект. Это, наверное, будет, если правильно сказать, это величие нашей культуры, нашей литературы и всей нашей страны, которая выражена в данном проекте. На Венмарце приняли эстафету в 15.00. Поклонники творчества Льва Николаевича собрались в специально-гуманитарном колледже. Здесь же можно было прослушать чечецов из других городов России и мира. Процедура онлайн-прочтения проста. Каждый участник проекта накануне получил отрывок, который имеет свой порядковый номер и продолжительность времени, за который был прочитан. Как только фрагмент заканчивается, эстафету подхватывает следующий участник, причем он может быть из другого региона. За два дня в марафоне приняли участие 19 наших земляков. Техника не подвела, интернет не затормозил, нервы не сдали. Организаторам удалось объединить классику и современность и при помощи технологий сделать возможным новый опыт прочтения романа Анна Каренина. По окончании проекта все видео и текст произведения будут доступны в интернете. Кроме того, современные технологии позволяют присоединить к видео описание и фото мест, где проходило действие романа. Интересные факты о героях. То есть в итоге получится даже не аудио, а интерактивная видеокнига, прочитанная по фрагменту людьми из разных стран. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Владислав Носкин, телеканал «Север», программа «Итоги недели». Это Достоевский.